МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Право или обязанность жителями к району Кувшинка консультируют в Министерстве юстиции. Просто и надежно. Как сделать открытое окно безопасным для ребенка? Пахучий отшельник и все-все-все. Сегодня день окружающей среды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Республики сегодня посетил чебоксарские предприятия. Михаила Игнатьева интересовала, какие проблемы сейчас волнуют заводы и как они решаются. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Из-за повышения курса иностранной валюты многим предприятиям пришлось отказаться от европейских комплектующих. Но на помощь заводам вовремя пришли китайские партнеры. В акционерном обществе электроприбор заказывают за рубежом микросхемы, платы и чипы. Себестоимость производимой техники здесь пока пытаются сдерживать. Особую ставку сейчас предприятие делает на инновации. В этом году на разработку современных приборов здесь намерены выделить более 20 миллионов рублей. При необходимости мы заключаем кооперативные с контрагентами договора, в которых восполняем те недостающие наши знания, умения, которые для разработки новых изделий необходимы. Прибор для измерения качества электроэнергии – новинка этого года. Разработкой уже заинтересовались на Западе. Не снижаются спросы на другие устройства. На предприятии производят универсальные табло, амперметры и индикаторы. Глава республики отметил, что эта техника будет востребована всегда. Сейчас перед их производителями открываются новые перспективы. Я, посвящая предприятия электротехнической промышленности, с каждым разом радуюсь и горжусь за те показатели наших коммерческих предприятий, которые занимаются производством востребованных качественных изделий. С учетом темы импортозамещения, они сегодня, можно сказать, на коне. Потому что они уже пять лет назад начали через свои умы, через свое конструкторское бюро идеи претверять в реальные дела. И сегодняшние изделия, которые производятся, они продаются и за пределами Российской Федерации. Конкурируя мировыми компаниями. Новые рынки сбыта осваивает и этот завод. Пароконвектоматы, посудомоечные машины, газовые плиты, печи для приготовления пиццы из Чебоксар поставляют во многие регионы страны. Недавно этой техникой заинтересовались и в Республике Крым. На полуострове намерены закупать кухонные комплекты для школ. Вообще, Чебоксарский завод сейчас удачно конкурирует и западными производителями. На сегодняшний день доля импортного оборудования на российском рынке практически очень минимальна. Но с российскими компаниями, конечно, мы конкурируем в том числе. Они тоже развиваются, и это хорошо, потому что именно конкуренция – залог развития любого предприятия. Если не будет конкуренции, это будет стагнация. Основная задача предприятия – это сохранение его конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия – это что? Это хорошее качество и сопоставимая цена. Глава Республики это предприятие посещал и раньше, но за последние годы здесь была проведена модернизация цехов. Для обработки металла установили лазерные установки и специальные прессы. По-прежнему посещая заводы, глава Республики уделяет время для встречи с коллективом. На вопросы работников Михаил Игнатьев отвечал и сегодня. Особо важные проблемы будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Медриковалев и Сергей Ляпчиков. Республика. Напомним, что 18 мая глава Чувашия Михаил Игнатьев встречался с жителями самовольно построенного поселка Шанхай, столицы республики. И взял под свой контроль решение этой проблемы. По итогам встречи была создана рабочая группа, которая занимается разрешением этой ситуации. По поручению Михаила Игнатьева в Минюсте Чувашии проводят консультации жителей домов по мясокомбинатскому проезду. Так как вопрос находится на особом контроле руководства республики, прием граждан ведет министр Надежда Прокопьева. На сегодняшний день за разъяснениями обратились более 30 человек. Основной вопрос, который их интересует, что будет с ними дальше, получат ли они квартиру. По словам Надежды Викторовны, многих проблем можно было бы избежать, если бы городская администрация с самого начала активнее участвовала в общении застройщика с жителями самовольного поселка. Вопросы, конечно, были самые разные. Были самые разные вопросы. Кто-то, получается, не смог еще и вообще не встречался ни с администрацией города, ни с застройщиком. То есть им я разъясняла их, в принципе, права, которые у них есть. И то, что касается их там жилого дома, я разъясняла, чтобы законодательству подробно давал консультацию, чтобы они понимали, что у них нет документов на землю, что у них нет документов на их жилой дом. В принципе, они это знают. И в данном случае, что претендовать на что-либо они не могут. Вера Федорова живет в мясокомбинатском поселке 30 лет. Построили домик, обзавелись садом. Ее волнует, что будет с их домом. На что настраиваться? Жить нам там как бы. Каждый год же люди все равно чем-то улучшают свое жилище и прочее все это. Вот на что все-таки нам можно полагаться? И по информации администрации города, что в ближайшие, дословно могу сказать, 5-10 лет снос и застройка других линий, кроме мясокомбинатский проезд улицы 7 линии, то есть не планируется. Это точно уже. Ну вот да, вот это по данным администрации буквально на этой неделе я уточняла. Дом Веры Федоровой не попал в район застройки. Под снос пока определена только 7 линия. Большинство людей, с кем общались сегодня в Минюсте, рады возможному расселению и тому, что у них появится собственность. Но есть и те, кто успел построить двух-трехэтажные дома, и перспективы их не радуют. Хотя каждый из них знал, что строят незаконно на свой страх и риск, так как документов ни на дом, ни на землю у них нет. Им разъясняла консультация то, что предусмотрено законом. Раз на древние, чисто у кого какая площадь. Площадь. Говорили на том, что некоторые, конечно, имели площадь совершенно небольшую, но могли претендовать там на очень большие площади. То есть такое желание изъявляли, что вот хотели бы там иметь большую площадь. Здесь приходилось, конечно, разъяснять, что больше делать акцент, что у них вообще никаких прав нет. И что они, в принципе, требовать ничего не могут и должны условно благодарить застройщика за то, что, в принципе, им предлагают. Глава республики Михаил Васильевич заверил, что никто их без желания не выгонит, без желания их никто не оставит. И то есть, чтобы застройщик и граждане находили, застройщик с граждан находил просто общий язык и взаимопонимание. По словам главного архитектора Чебоксар Вениамина Мамуткина, город – это живой организм. Его развитие предусмотрено планом застройки. Он обязан развиваться. Поэтому в городе все время происходят изменения. Что-то старое, ненужное для города отмирает. Что-то новое вместо них появляется. Поэтому процесс вот этот вот, он постоянен. Он неостановим. Сегодня администрация города для развития города считает основным направлением – это комплексная застройка. Это комплекс насвоения территории. Надежда Прокопьева заверила, что ни один дом и строения не будут снесены, пока не будет принято решение, удовлетворяющее горожан. Глава Чуваши ставит задачу перед органами исполнительной власти и городскими властями задачу не оставлять людей один на один с проблемами. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика. Технологии европейские, уровень мировой, земля чувашская. Уже около трех лет в Канаше работает баварская компания по производству горчицы и других соусов-дзавилей. На сегодняшний день это основной поставщик соусов в сети ресторанов «Макдональдс». Сегодня с производством высококачественной продукции знакомились премьер-министр Чуваши Иван Маторин и президент компании «Макдональдс» в России и Восточной Европе Хамзат Хасбулатов. В 1845 году в Мюнхене поставщик королевского двора, изобретатель знаменитой баварской сладкой горчицы основал предприятие «Девилей». С тех пор горчица, а затем и майонезы, кетчупы, разные соусы и маринованные огурцы этой торговой марки стали популярны во всем мире. В 2012 году компания построила в Канаше первый в России современный завод по производству различных соусов, приправ и переработке овощей. На город железнодорожников выбор пал, конечно, не случайно. Крупный железнодорожный узел расположен недалеко от крупных логистических центров в Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме того, расположился завод на территории будущего индустриального парка. Это площадка, которую республика совместным муниципалитетом планирует развивать в ближайшие годы. Фактически проект реализовывался германскими партнерами на Чувашской земле. Естественно, это рабочие места для нас. Плюс он был связан с сельхозпроизводителями. Сейчас на предприятии работает более 160 человек. Завод сотрудничает с 14 местными фермерами и сельхозпроизводителями. Они поставляют компании «Дивилей» выращенную у нас горчицу. Технология, качество сырья и готовые продукции строго контролируются немецкими партнерами. Они являются стопроцентными собственниками. Главными отличительными чертами производства руководство компании считает строгое соблюдение стандартов европейского качества. Исследование старинным традициям немецкой фирмы «Дивилей». Вероятно, все это в совокупности позволяет руководителям завода говорить. Никакого экономического кризиса в России компания на себе не ощущает. Растет «Макдональдс», растет «Макдональдс». Мы у нас, поэтому, как бы, достаточно хорошая позиция финансового плана. Мы обеспечим «Макдональдс» несколько компаний. Это «Глобус», «Кинто». Своя торговая марка «Герберт». Мы работаем в метро и, в принципе, есть перспективы контракта, которые будут расширяться еще дальше. Сейчас завод строит собственный логистический транспортный центр. Так что темпы производства планируют наращивать. А это новые рабочие места и инвестиции в республику. Иными словами, выигрывают все. Черная или серая зарплата – такие названия применяются для обозначения неофициального вознаграждения за труд. К сожалению, эта цветовая градация прочно вошла в нашу жизнь. Бороться с подобного рода отклонениями призваны налоговые органы. Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе рабочего места, а для работодателя является самой расходной частью бюджета предприятия. Практически каждый третий руководитель в стране применяет разные схемы оптимизации, чтобы уменьшить налоговое время. Чаще всего эти схемы носят незаконный характер. Стремление оптимизировать расходы окрашивают зарплаты работников в белый, черный или серый цвет. Например, мышиный цвет приписывают выплатам, которые состоят из двух частей. Это что-то среднее между легальными расчетами и деньгами в конверте. Работники, получающие серую зарплату, так называемые, в конвертах, не могут претендовать на получение государственной поддержки в виде налоговых вычетов. Это значит, не могут получать налоговые вычеты за понесенные расходы на строительство квартиры, жилого дома, за обучение как со своё, так и детей, на лечение, на приобретение медикаментов и на уплаченную сумму страховых взносов. В результате сегодняшнего рейда выявлены факты неудержания и неперечисления в бюджет налога на доходы физических лиц работодателями зарплаты своих наёмных работников. Все факты неполной уплаты налога на доходы физических лиц задокументированы, зафиксированы. И соответствующих работодателей ждёт разбирательство комиссий по легализации налоговой базы, налоговой инспекции. Такие проверки проводятся регулярно. С начала года инспекция провела более 100 рейдов, в ходе которых выявлено 58 налоговых агентов, которые нарушили действующее законодательство. Пришла сегодня проверка. Мы не выписали квитанцию на чёлку. Впоследующие не выписали чёк, потому что мы торопились, уходя по нашей ошибке. Впоследующие очень сожалеем, что так произошло. Впоследующие мы справимся обязательно. Будем описывать квитанцию. И относиться повнимательнее к своей работе. По итогам работы налоговых органов на сегодняшний день с 39 работниками заключены трудовые договора. 8 работодателей погасили задолженность по НДФЛ в сумме почти 140 тысяч рублей. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Олег Кикимов, Республика. Ленты информагентств по всей стране пестрят заголовками о том, что маленькие дети выпадают из окон. Оставшись без присмотра, малыши подходят к окну из любопытства, и уже через секунду случается беда. Следователи возбуждают уголовные дела и наказывают родителей, которые допустили подобное. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная – к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка? Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон, то в этом каждое четвертое, пятое окно идет запирающими устройствами, говорят менеджеры одной из фирм, производящей окна. Мои коллеги, родители шестилетней Даши Шоклевой, блокиратора установили вместе с новыми окнами. Когда дочка еще толком ходить не умела. Так сказать, на вырост. Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате, знаешь, что никто без тебя окно открыть не сможет. И все хорошо. Окно открывается только в режим проветривания. На распашку не открывается. И он открывается только взрослыми. При помощи вот такого специального ключа думают, прежде всего, о безопасности детей. И на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет 5 минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Как это сделал Андрей. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Алексей Сусликов, Республика. Промышленность, транспорт, электро- и водоснабжение. Комфорт человечества дорого обходится нашей планете. 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. В России это также День эколога. И сегодня в Чубоксарах провели республиканский фестиваль друзей природы. Когда по земле ходили динозавры, окружающая среда вовсе не нуждалась в защите. На грани катастрофы планета оказалась из-за человека разумного. Теперь людям приходится защищать природу от самих себя. И чем раньше маленький человек начинает понимать, что окружающая среда не бесконечный источник благ, а наш дом тем лучше. Я вас прошу, чтобы вы уже теперь на всю дальнейшую жизнь запомнили этот день. 5 июня. У нас сейчас каких только дней нет. Вчера, что ли, был День молока, извините меня. Но сегодня день большой. День защиты окружающей среды. Ведь мы живем в среде, в живой природе. Вода, леса, почва, все полезные ископаемые. Вот где мы с вами живем, без чего мы жить не можем. Республиканский фестиваль друзей природы проводится, чтобы дети побольше узнали о растительном мире, животных и о том, как вести себя, чтобы не навредить им. Участники командами проходили по станциям специального эколабиринта, слушали интересные рассказы об обитателях лесов, полей, рек и озер нашей республики. Смотрите, вот этот жук, он крупный, называется он «Отшельник пахучий». Энтомологи говорят, что этот жук пахнет духами, поэтому он так называется. 5 июня закончится, а вместе с ним и День окружающей среды. Но если мы и дальше хотим жить на этой планете, заботиться об экологическом благополучии нужно круглый год. Ольга Пырычкина, Лена Алтухова, Андрей Спириденов, Республика. В Новочебоксарске стартовал поэтический марафон. Авторский проект «Литературные дворики» проходит на восьми площадках перед библиотеками в разных микрорайонах города. «Играйте, пойте, о, друзья, утратьте вечер скоротечный, и вашей радости беспечной сквозь слезы улыбнусь я». Каждый день по вечерам одна из городских библиотек в своих стенах представляет тот или иной театральный литературный проект. Писатели поэта Новочебоксарска уже известны и только начинающие читают для зрителей лучшие стихи и поэмы из Золотого фонда классической и современной литературы. Стихи Пушкина, его романсы, викторины по произведениям классика – все это входило в программу «Литературного дворика». Каждый из присутствующих откроет своего Пушкина. И, может быть, для кого-то это будет совершенно новый Пушкин. Кто-то откроет юного Пушкина, кто-то взрослого Пушкина. В программе проекта открыты поэтические чтения, творческие встречи с чувашскими писателями и поэтами. «Литературные дворики» организаторы приурочили к Общероссийскому дню библиотек и году литературы. Ну и самое главное, любой желающий может прочитать стихи великого поэта со сцены. Не стали исключением и самые юные жители города. Молокоморье дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Ко дню рождения Пушкина очень многие организации проводят различные мероприятия. Не осталось стороне и национальной телерадиокомпании «Чувашия», которая совместно с культурно-выставочным центром «Радуга» организовали проект «Солнце русской поэзии», где воспитанники детских садов изучали картины по мотивам произведений Пушкина и читали стихи в нашем эфире. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и удачных выходных. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин